здарова народ добро пожаловать на канал миклуха макфлай и сегодня покажу как сделать мощный стол из поддонов у меня этот стол будет стоять на участке в беседке понадобится поддона из-под кирпича использовать я буду только бруски собственно отделяем бруски от досок и вынимаем из брусков гвозди спустя 30 минут я разобрал шесть поддонов и добыл 15 брусков по 10 сантиметров получается полтора метра выкладываю бруски на ровной поверхности и переворачиваю изнанкой вверх естественно все нужно выровнять для склеивания потребуется клей pva вот такая вот литровая банка стоит всего лишь 80 рублей и по сути дела это единственная трата у меня на этот проект так что мой стол будет стоить 80 рублей промазываю все бруски клеем кстати ушло у меня половина банки поэтому бюджет проекта будет 40 рублей и стягиваю автомобильным домкратом чтобы моя столешница не пошла горбом наваливаю на нее все подряд железяки которые только найду пока столешница склеивается займусь основанием своего будущего стола у меня основанием будут две ржавые бочки которые давно им давно уже прогнили дырявые воду в них никто не держит и что называется выкинуть жалко крашу бочки черный цвет почему черный да потому что у меня была такая краска была в другая покрасил бы в другой цвет но в общем то получилось достаточно хорошо вторую бочку тоже нужно покрасить через сутки все подряд снимаем с нашей столешницы и надеемся на то что все это дело склеилось и не развалится самое главное на этом этапе мы еще пока не снимаем домкрат все дальнейшие действия мы делаем под тяжестью домкрата я решил притащить бочку и прям бочкой отметить место будущей опоры чтобы потом было легче работать ставлю бочку обвожу ее карандашом получается две вот такие вот окружности ориентируясь на эти окружности устанавливают два бруска которыми буду стягивать столешницу и теперь понадобится очень много саморезов каждый брусок столешницы я двумя саморезами прикрутил вот этому контрольному бруску когда все раскреплено можно снимать домкрат наступает момент истины переворачиваем нашу столешницу надеюсь на то что все не развалится столешница получилась очень тяжелый от этого стол крайне мощные и устойчивые под весом столешницы просто стоит как вкопанный остается зашлифовать и залачить и следующие два часа моей жизни ушли на строгание электрорубанок это конечно вещь но без обычного не обойтись наступило время шлифовки болгаркой с лепестковым диском и вот только сейчас конструкция стала похожа на стол до этого было просто куча дров и еще немножко шлифовки на этот раз наждачкой ну как немножко минут сорок и про торцы я тоже не забыл теперь сметаю всю пыль потому как следующий этап это обжигание это и дезинфекция и защита а самое главное невероятно красиво выглядит как только вы начинаете сжечь дерево тут же появляется его вот вся красота его весь рисунок выделяется ну очень красиво да и сам процесс крайне увлекательный в целом очень легко контролировать степень прожарки теперь столешницу можно поставить на бочки и немножко полюбоваться полюбовался самое время заняться торцами и тоже шлифую зачищаю и обжигаю на другой стороне немного подровнял ножовкой и то же самое шлифую зачищаю и обжигаю на это можно было бы закончить если бы стол стоял в помещении в принципе ничего с ним не случится прожарка она подействовала как антисептик но у меня стол будет стоять в саду поэтому я его покрою лаком для яхт и лодок и пришло время взять свои слова обратно о том что до этого было красиво нет друзья красиво становится вот только сейчас сразу захотелось взять пару бокальчиков пива и постоять возле такого столика с вареными раками спасибо за просмотр буду рад лайкам подпискам и комментариям это был канал микуха макфлай всего вам самого хорошего пока пока спасибо за просмотр